Прифронтовой день знаний. Как встречают новый учебный год школы на линии разграничения? Наш корреспондент Валентин Цычев побывал на первом звонке в школе поселка Новотошковская. На школьном дворе прифронтовой Новотошковке с минуты на минуту прозвучит первый звонок. Дети с нетерпением ожидают начала школьных занятий. В Новотошковском непростая школа. Это учебно-воспитательный комплекс, в котором помимо школы есть и детский сад. В нем воспитываются малыши возрастей от 3 до 6 лет. В этом году рекордное за последние годы число первоклассников. Семеро малышей идут в первую очередь. Это жизнь другая, наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же злостный я. Обучение детей будет проходить на украинском языке. Первый урок – события в жизни каждого ребенка. Как первый урок прошел? Что-нибудь знал? Класс. А что интересного было? То, что мы клеили цветочки и разукрашивали. До поступления в школу среди мальчишек Новотошковского любимым занятием было собирание гильц. Теперь придется сконцентрироваться на учебе. Старшеклассники обещают помогать им. Мы их, как вы знаете, ввели сегодня в первый класс, на первый урок ихний. Желаем им хорошо учиться, очень больших высот достигать. Для нашей радости, во-первых, у нас добавились дети. Приехали детки, которые у нас были. Они приехали. Это 10 класс, это 6 класс, это 7 класс. Это детский сад. У нас пополнилось 24 человека в детском саду. А начинали вообще с 15. Было 37 человек. Сейчас уже у учеников 48 человек. Подготовительный период к школе прошел непросто. Проблема в том, что в этом году, можно сказать, со стороны государства не было выделено ни копейки денег. И все восстановительные работы, которые были проведены сейчас к 1 сентября, это все своими силами. Силами родителей, силами учителей. Попаснянский районный отдел образования передал школе Новотошковского трехкамерный холодильник, ноутбук, телевизор и один комплект классной мебели. А Международный комитет Красного Креста установил щиты от осколков на 36 окон здания на случай обстрела поселка. Валентин Сычев, Илья Трофимов, Падии.